Всем привет! Сегодня я вновь возвращаюсь к теме двоичных счетчиков и буду показывать вам аж целых две конструкции. Они обе достаточно старые, общеизвестные и используют определенные баги и фичи Майнкрафта. Начнем с первой конструкции. Она по сути представляет собой упрощенную версию Т-триггера. Т-триггера на липких поршнях. И каждый сегмент у нас будет выглядеть следующим образом. Это липкий поршень, установленный так что направлен вбок, блок, отверстие с красным факелом, здесь выход сегмента, соответственно два повторителя. Повторитель напротив блока у нас имеет задержку в один клик и два кусочка редстоуна. Давайте попробуем подключить это к генератору коротких импульсов и посмотрим что получилось. По сути это обычный Т-триггер. Ну просто у нас генератор коротких импульсов находится не в составе самого триггера. Попробуем добавить еще один сегмент. Следующим образом. По сути выстраиваем точно то же самое. Разумеется расстояние здесь в два блока у нас получается. Ближе никак не выйдет. И давайте попробуем как оно работает. Сейчас у нас на выходах схемы нули. Подаем сигнал. Это единичка. Первый бит. То есть один. Загорается второй бит двойка. Затем оба бита тройка. И снова ноль. Как оно работает? Когда у нас сегмент находится в исходном состоянии. То есть поршень закрыт и блок находится здесь. Сигнал поступает и сразу же через вот этот повторитель раскрывает поршень. Сдвигай его и зажигай сегмент. Второй повторитель у нас не срабатывает, потому что когда подходит время задержки, у нас блока здесь уже нет и сигнал дальше не передается. Вот так. Теперь, когда у нас в таком состоянии находится наш сегмент, при следующей подаче сигнала сначала поршень задвинет блок внутрь. И только потом вторая часть сигнала пойдет дальше. То есть на следующий сегмент. Заставляя его срабатывать по той же логике. То есть при нажатии кнопки у нас первый сегмент закрывается, превращается в ноль, а второй сегмент уже раскрывается. Ну, я думаю, некоторым из вас данная схема уже знакома. В частности, недавно у Трояна на канале это было. Да и не только у Трояна, много где. Достаточно старая конструкция. Что о ней еще можно сказать? Главный недостаток, точнее один из двух недостатков, это большая партическая задержка. Понятно, что на каждом сегменте вот эта вот задержка передачи сигнала на следующий в 0,2 секунды, она никуда не девается. То есть если у вас достаточно большой счетчик, задержка на смену всего счетчика будет весьма приличной. Ну и второй недостаток, это размер. То есть три блока в ширину на каждый сегмент, в принципе, не отличаются от счетчика на Т-триггер с задержкой, который я до этого уже показывал. Теперь перейдем ко второй конструкции. Она несколько похитрее и использует уже явный баг Майнкрафта. Баг заключается в следующем. Мы можем запитывать поршни фактически через воздух. Ставим поршень, повторитель. Смотрите, повторитель у нас направлен фактически в блок, в пустоту над поршнем. Но, если мы подаем сигнал, поршень раскрывается. Немного поэкспериментировав над этим багом, я пришел к одному еще очень интересному выводу. Дело в том, что если мы направляем такую конструкцию с севера на юг, или с юга на север, у меня там где-то юг, где-то север, вот в этих сторонах, то срабатывает только один поршень. Сигнал дальше не передается. Даже если я вот здесь поставлю блоки. Вот так. Но, если данная конструкция у нас будет направлена с востока на запад, ну или наоборот, то она вполне себе срабатывает. Вот я ставлю повторители, блоки, запитываю. И, пожалуйста, сработали оба поршня. Понятное дело, что второй поршень сразу выключился, потому что блок был перемещен, и сигнал дальше не передается. Но, тем не менее, по умолчанию сигнал передается дальше по цепочке. Как на основе этого сделать Т-триггер? Поставим еще третий сегмент для примера. Блок. И, фактически, у нас нулевое состояние для данного Т-триггера будет вот такое. Возникает следующая тонкость. Как снять сигнал с этого Т-триггера? Логика подсказывает, что обычным образом. То есть, взять источник постоянного сигнала и, с другой стороны, его вот так вот получать. Однако, это не работает. Объясняю, почему. Так, я здесь не соединил. Вот так. Когда мы подаем сигнал, поршень раскрывается, то есть, все работает как обычно, но потом у нас снова получается тот же баг. Запитывание поршня фактически через воздух. И поршень не закрывается. То есть, схема у нас не работает. Исправляется это очень просто. И используется тот же самый старый прием, который я когда-то использовал при создании автоматического стола зачарований. Мы ставим сыпучие блоки поверх обычных и поднимаем наши линии постоянного сигнала на один выше. Таким образом, получается, что сигнал у нас передается уже выше поршня и на поршень никак не влияет. Поскольку, как я уже сказал, данный счетчик у нас работает по инверсному принципу, на выходе мы должны ставить инверсию. То есть, здесь у нас будут кусочки редстоуна, факелы и вот так снизу мы получаем сигнал. Вот единичка. Подаем импульс. Загорается второй сегмент. Два сегмента. Загорается третий, то есть один, два, три, четыре и так далее. В чем достоинство данной конструкции? Кстати, на предыдущей конструкции я забыл упомянуть, как делается сброс. Ну, там все просто. В принципе, там стоят вот таким образом наши поршни через два блока и к ним просто подводится вот таким образом сбоку сигнал. Туда мы ставим кнопку и схема будет сбрасываться. В данной конструкции, во втором счетчике, у нас все уже будет не так просто. Здесь я ставить это не буду, покажу уже на готовой конструкции. Сброс будет выглядеть следующим образом. Наверху расположены обычные поршни, которые при подаче сигнала сдвигают все блоки вниз. То есть в состоянии, когда все сегменты у нас единички. Затем подается короткий сигнал опять же на все поршни, перемещая блоки вверх, в состоянии все нули. Здесь я использую два генератора коротких импульсов, хотя хватило бы одного, но для ускорения верхние поршни я тоже через короткий импульс запитываю. Давайте попробуем поставить какое-нибудь значение. Допустим, двойка. Нажимаем сброс, и у нас схема сбрасывается. Тут небольшой плах идет, конечно, у меня на сервере, но как видите, сначала загораются все сегменты, потом они все сбрасываются в ноль. То есть это тоже следует учитывать. Вторая схема у нас, в общем-то, выгодна тем, что, во-первых, она гораздо уже, на каждый сегмент у нас всего лишь два блока тратится, плюс по скорости она в два раза быстрее. Но не лишена своих недостатков. Сброс сложнее, ну и так далее. В принципе, какую схему уже использовать, это, конечно, полностью зависит от вас. Будете ли вы использовать Т-триггеры с задержкой без липких поршней, либо одну из этих двух схем на липких поршнях. Все зависит от того, где вы собираетесь это применить, то есть от конкретной ситуации. Тут решение принимать только вам. На этом, пожалуй, все. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, урок был вам понятен. Если что-то все-таки осталось неясным, задавайте ваши вопросы в комментариях. Не забывайте также ставить ваши оценки, подписываться на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok